Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Половина россиян отказалась от покупки подарков на праздник 14 февраля. Причина, как несложно догадаться, кризис. Вполне возможно, без подарков граждане обойдутся и в День Защитников Отечества, и в Международный Женский День. Всего 20% граждан отметили, что им не придется пересматривать свои планы. 14% респондентов принципиально не экономят на этой статье затрат или просто не дарят подарки, а 4% респондентов купили все подарки заранее. Кстати, вот с 8 марта я бы шутить не стал. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждался в пятницу на совещании у президента России Владимира Путина. Сейчас пенсионный возраст в России составляет для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Планируется увеличить показатель лет так на 5. В Минэкономразвитии считают, что в России придется перейти к повышению пенсионного возраста. Вопрос лишь в сроках, механизмах и последовательности действий. В Минфине тоже считают эту меру экономически оправданной. И скоро мы станем страной без пенсионеров. До пенсии просто никто не доживет. Если грамотно распланировать заказ авиабилета и перелет, можно сэкономить приличную сумму. Российским туристам рекомендуется заказывать билеты в европейские страны за 4 недели до поездки. Как выяснилось, именно в это время можно найти самые выгодные предложения. За один месяц до поездки также стоит успеть забронировать онлайн-билеты в страны африканского континента и Ближнего Востока. Покупкой билетов в Северную Америку и Южно-Тихоокеанский регион надо озаботиться за три месяца до даты предполагаемого отъезда. Что касается азиатского региона, здесь можно проявить чуть больше спонтанности. Чтобы не потерять в деньгах, достаточно будет приобрести билеты на самолет за две недели. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ подрос до 1847 пунктов. Среди лидеров роста – Россети, ФСК ЕС, НМТП и АФК «Система». Лидеры падения – акции Яндекс, Дикси, аптечной сети 36,6 и группы ПИК. Российский рынок растет на инерции пятничного позитива, а также роста фьючерсов на черное золото. Фьючерс S&P снижается до 2090 пунктов. Тарги в США в понедельник не проводятся в связи с выходным днем. Азиатские рынки показывают позитивную динамику. Курс доллара на 16 февраля – 65 рублей 8 копеек. Курс евро – 74 рубля 36 копеек. Золото стоит 2564 рубля за грамм. Серебро стоит 35 рублей 34 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 61 доллар 20 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!